Сергей Гончаров, голкипер команды Академии футбола «Рамзан». Сергей, неудачный сегодня результат для вашей команды. Что в первую очередь не получилось, чтобы добиться иного результата в Волгограде? Я хочу сказать, что много не получалось у нас на естественном поле. Мы всегда играем, тренируемся, в частности, на искусственных полях. И вот поэтому, скорее всего, и дорога, скорее всего, повлияла. И, как-то, не знаю, может, смена обстановки какая-то. И естественное поле. Вот это вот тоже повлияло, скорее всего. У команды сейчас серия из неудачных результатов. Давно не побеждали. Как-то вообще это давит на футболистов? Или стараетесь не думать о результатах предыдущих матчей? Давит. Это очень сильно давит. И, ну, как-то и стараемся и думать. Но и все равно и вспоминаем прошлые какие-то ошибки. И делаем выводы. И стараемся больше по тому матчу, где сыграли плохо, не равняться и играть лучше. Рамзан Ибривев, главный тренер команды Академии футбола Рамзана. Поделитесь комментарием о сегодняшнем матче. Какой был план на игру? И что не получилось у ваших подопечных, чтобы добиться иного результата? Ну, мы, в принципе, понимали, что будет трудно. И мы на искусственном поле больше играем. И тут живое поле, как бы, по-другому. И мяч останавливался. И сложно было ребятам. Не обязательно пенальти на 30-й минуте. В принципе, до этого игра, как бы, и у Волгограда не получалось забить. Как бы, после пенальти ошиблись защитники и заработали пенальти. Конечно, после пенальти уже трудно было играть. И, в принципе, сегодня Волгоград больше контролировал мячом. И свои моменты мы не забивали. Поэтому сегодня заслуженно Волгоград победил. Богдан Абелов, футболист команды спортивной школы «Ротор». Богдан, поздравляю с победой. Уверена я по результату. Поделись впечатлениями от этого матча. Что скажешь по игре? В принципе, в игре у нас все получалось. Выполняли все, что требовал от нас тренер. Контролируя мяч на своей и на чужой половине поля. В первом тайме долгое время не удалось создавать опасные моменты. Как думаешь, вследствие чего происходило то, что не могли взломать такую насыщенную оборону? Не получались сначала быстрые атаки. Но поначалу также привыкаем к полю, как и соперники. Ну, вот и все. Чувствуем соперников. Денис Нимщиков, главный тренер команды спортивной школы «Ротор». Денис Георгиевич, поздравляю с победой. Поделитесь впечатлениями от этой игры. Счет 3-3-0. Наверное, тренер может быть доволен действиями своих подопечных. Спасибо за поздравления. Благодарен ребятам. Немножко недоволен первым таймом качества игры. То есть, нервничали. Немножко вяленькие были. Но потом втянулись в игру. Вроде как, что-то получалось. Четвертая победа подряд. Как-то это отмечается в команде. В том плане, что, может быть, еще более раскрепощеннее действуют футболисты. Ну, скажу честно, мне кажется, наоборот, немножко давлеет. Я эти мысли и от себя гоню, и им говорю, чтобы они... Мы готовимся к следующему матчу. У нас два дерби подряд. Так что пошагово идем. Не смотрим на турнир и таблицу. Но приятно, что выиграю. Молодцы. Спасибо за комментарии и удачи в следующих матчах.